Здравствуйте! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Начинаю читать с разрешения Шримададжи, потому что я обратилась к ней, чтобы знакомить слушателей со знанием, которое существует на планете. И знание о самом себе. Ну, естественно, это знание приходит именно сейчас в смену эпох, когда ушла эпоха рыб и наступила эпоха водолея. И, как вы видите, все знания на поверхности, поэтому только ленивый не пытается использовать эти знания во благо себе. Сейчас я предлагаю вам... Вот спасибо все-таки интернету, потому что я эти материалы, естественно, беру из наработок искателей Сахаджа-йогов. И мне приглянулось название, которое называется, что идет атака на божественное. Когда что-нибудь божественное начинает распространяться, зло прячется, собирает силы и начинает борьбу с божествами. Саха означает предлог «с» вместе. Джа – врожденный. Йога – слово йога обозначает союз с божественным, который каждый человек ищет. Это рождено вместе с нами. Это внутри нас. Всеми сказано. Ищите его внутри себя. Даже Христос говорил то же самое. Это означает, что вы должны искать. Это ваша свобода, которая не может быть отобрана. Вы должны спрашивать об этом. Например, если бы Бог мог на этой стадии человеческого знания поднять вас на более высокий уровень без вашего участия в этой игре, то он давно бы это сделал, но он не может. Вы должны выбрать божественное сами, используя вашу свободу. Существует нечто высшее, которое вы должны искать. Это высшее, несомненно, существует. О нем сказано всеми пророками, всеми священными писаниями, всеми инкарнациями, приходящими на эту землю. Также обещано, что настанет судный день. Но первый приговор вы вынесете себе сами. Вы сами будете решать, ищете вы Бога или что-нибудь другое. Если вы ищете реальность и истину, только тогда вы будете выбраны. Только тогда вы сможете стать гражданами Царства Божьего. Мы рождены искателем. Если вы не искатели, вы были бы счастливы провести время на вечеринке или в ресторане. Но нет. Существует нечто запредельное, что-то обещанное, что-то, что вы чувствуете, о существовании которого вы знаете. Но вам многое предстоит, чтобы достичь источника. Вот почему вы ищете. Я чувствую, дальше говорила Шима Таджи, что на невинность, особенно в европейских странах и странах Америки, идет наступление. Невинность не уважают. Невинность не ценят. Они не понимают, насколько это важно для человеческой жизни. Уважать невинность в них самих, а также вне их. Человеческая жизнь отличается от жизни животных. Животные контролируются все время. Или же мы можем сказать, что они находятся в полном лишении свободы, исполняя волю Господа Садаши. Вот почему его называют Пашупати. Но людям была дана свобода выбора и выбрать свое восхождение. Найти правду, найти истину. Лишь через невинность они могут достичь этого. Лишь невинность является источником радости. Без невинности вы ничем не можете наслаждаться в полной мере. Чтобы очень тонким образом покончить с невинностью, существуют очень негативные, жестокие люди, работающие над этим. Их умы одержимы. Они сами на себя не похожи, потому что во всем остальном они вполне разумны. Они также в определенном смысле обладают творческими способностями в создании ужасных вещей. Поэтому вы можете сказать, что они неразумны. Но откуда они получают эти знания, когда они создают что-то столь ужасное? В эту калиюгу... Кстати, эта калиюга уже прошла. Мы вошли в эпоху вдали. В эту калиюгу каждый может принять рождение. Существует свобода. Этого не было раньше. В такой степени, что всевозможные злые люди приняли рождение на земле. Эти злые люди генерируют злые мысли. А люди управляют их и начинают действовать в соответствии с ними. Даже хороший человек может быть поколеблен этим. Даже святой может быть поколеблен этим. Эти силы, злые силы, которые сейчас работают, в одном идут от этих ужасных людей. Итак, Шри Матаджи. Это она сказала на своем поступлении в 1996 году, 15 сентября. Вы можете кликнуть в интернете «Лекция Шри Матаджи» от 1996 года, 15 сентября. И вы сможете посмотреть это выступление полностью. А дальше я хотела бы вам сказать о том, что Иисус Христос в беседе со своими учениками, с теми, кто приходил к нему, говорил о Святом Духе, о том, что Святой Дух дает второе рождение. Кто-то из слушателей сказал Иисусу Христу, а как же это может произойти? Как же я опять могу войти в утробу матери? На что Иисус Христос сказал? Что Дух Святой найдет на тебя. И таким образом ты получишь второе рождение. Продолжая эту тему, тему о невинности, ну, немножечко еще раз повторюсь и расскажу о том, кто является хозяином этой, этого места, этой манипуры, откуда все начинается. Итак, говорят, что во время беременности, где-то на втором-третьем месяце, в младенца, который начинает там развиваться, формироваться, вселяется вот эта змейка в долине. Это Адишакти, Святой Дух, который содержится в этой косточке, которую древние греки называли Сакву. И вот она покоится. Ну и, естественно, в детей она проявляется вот до трех лет. Они очень активные, они очень подвижные. И те дети, вот которые все-таки, вот у них кундалини работают, эти дети, сейчас в наше время называются гиперактивными. Ну и почему это так? Над этим вопросом нужно еще работать и работать. Потому что очень много сил есть, о которых вот сказано в этой силе зла, которые в эти времена распространились, наполнили землю. И поэтому мы с вами должны взывать к Святому Духу, взывать к силам Господним, что, пожалуйста, уничтожьте зло, которое сделали люди. Насилие и сексуальные извращения в средстве массовых информаций загрязняют сознание масс. Итак, сейчас телефоны у детей, ну, наверное, только они начинают уже понимать, что можно мультики смотреть. И они начинают смотреть эти мультики. Но если родители не ставят родительский контроль, то такие детки выходят на просторы интернета и могут смотреть что угодно. Далеко не надо ходить, особенно это распространено, но в подростковом возрасте, когда возрастает интерес к своему телу, когда тело начинает меняться, когда начинает происходить гормональное созревание. И дети не знают, что с ними происходит. И если ведется воспитательная работа, тогда мы наблюдаем то, что сейчас весь мир захлестнуло. Захлестнула эта волна. Неприязнь к чистоте. А вот интересно, чистота. Ведь Чехов говорил, что в человеке должно быть все прекрасно. И лицо, и одежда, и мысли. Мало того, у нас должно быть очень чистым вот это место. Это место, за которое отвечает божество Шри Ганеша и его брат Шри Картикея. Ну вот, немножечко истории, что у бога Шивы, который избрал интеллектуальную часть творения. И у богини Парвати был сын, первый сын Картикея, за которым гонялись злые силы, потому что одному из ракшасов было сказано, что его сможет победить только сын бога Шива и Махадева, он же Махадев. И поэтому все козни строились для того, чтобы Шива оставался неженат. Но время шло, и так как он избрал своей женой Сати, дочь одного из детей бога Брахмадева. И поэтому отец даже строил козни против своего зятя. Так что Сати пришлось сгореть в жертвенном огне. Но затем Сати опять родилась, но только она родилась в другом месте. Она родилась у владыки горами, Гималаями. И там она родилась под именем Парвати. И вот именно с именем Парвати она научилась медитировать. Она добилась поклонения того, что Шива все-таки согласился. ее взять в жены. Была очень красивая и богатая такая свадьба интересная. Это вы можете посмотреть. Говорю вам, что смотрится на одном дыхании, но пускай вы будете смотреть его месяца три. Потому что серии очень коротенькие, где-то по 20 минут. Но серии, извините, 800. И называется этот фильм Бог богов Махадем. Очень красочный индийский фильм. Очень интересный. Ну, естественно, выбирайте, чтобы был русский текст везде, чтобы было переведено, чтобы все актеры разговаривали по-русски. И вот первым ребенком у них родился Картикея. Но там целая история. Для того, чтобы он родился, столько много пришлось Парвати и Шиве стараться, чтобы уберечь плод их ребеночка. И они были разделены, вернее, эта сущность была разделена на шесть. Затем интересным образом их получают шесть монахинь, которые каждая получила на руки ребеночка, но затем чудесным образом эти шесть объединились в одном. И так они шестером, шесть монахинь, воспитывали Картикея. Ну, пришло время, когда Картикея пришлось вернуться в луна отца. Конечно, даже если вот говорить о воспитании в Греции, то сказано там, что мальчиков держат в Генекее, то есть на женской половине до шести лет, затем мальчика переводят на мужскую половину. Ну, естественно, женщины, мы мягкие, мы такие добросердечные, что наши воспитанники мужского пола ну, часто пользуются своим баловством, шаловством, и поэтому придет, приходится быть активным, чтобы соревноваться с этими нашими воспитанниками. Так вот, Махадев или Шива забирает Картикею и начинает воспитывать из него воина. Ну, Картикея был с характером. Вот, все-таки советую вам посмотреть этот такой интересный фильм, просто в наше время это будет вам вот такой бальзам на сердце. Это Картикея, и вот Картикея вырос, и он убил этого грозного Ракшаса. Затем, когда Махадев ушел в свою длительную медитацию, Парвате осталась одна. Ей очень было грустно, поэтому она взяла божественные глины, и со своего пота, смешанного с этой глиной, она вылепила ребеночка, мальчик, и это был Ганеша. Так Ганеша вырос. Ну, это уже другая история будет, что Ганешу невозможно умолить, упросить. потому что Махадеву за то, что такой был стойкий Ганеша, отец отрубил ему голову, и вместо головы человеческой ему пришлось надеть голову слона. Вот, поэтому этот индийский вог Ганеша головой слона, его невозможно подкупить. Но Ганеша получил вторую инкарнацию, и поэтому знающие люди говорят, что Ганеша пришел еще раз на землю, и он воплотился под именем, родился у Девы Марии, и как Иисус Христос мы знаем, но это тоже Ганеша. Но дело в том, если Ганеша неприступный, его невозможно умилостивить, то Иисус Христос это одна любовь, это одна милость. Иисус Христос все прощает, всем все прощает, но это тоже Ганеша. Итак, этот неумолим, Иисус Христос все прощающий. Итак, вот я рассказала вам, что за невинность у нас отвечает Шри Ганеша и Шри Карткея. Это сыновья, сыновья Богашибы и Парвати. Да, еще был третий ребенок, третий ребенок это была Сундари, девочка. Да, кстати, вот я буквально сегодня вот когда читала немножечко на санскрите и я обнаружила, что Сундари обозначает красивое. Да, Сундари была в самом деле очень красивая. Итак, мы говорим сейчас о том, что против невинности сейчас идет ожесточенная борьба и поэтому этим местом вы знаете сами является что поэтому поэтому мои дорогие терпение нам всем терпение и мудрости отличать правду от неправды пускай нам сердце подсказывает потому что в сердце мы должны всех поместить всех простить если мы всех простим всех поместим несмотря на силы зла которые ополчились и которые так сказать идут ва-банк нам нужно что-то делать нам нужно говорить нужно рассказывать нужно предупреждать потому что мы женщины мы продолжатели жизни на этой планете поэтому нужно сказать силам зла но по сторонам да как Виталий когда-то говорили они не пройдут с вами была Надежда Николаевна пишите комментарии ставьте лайки я не думаю что вся моя информация всем понравится я не думаю что она не вызовет опять какой-то школа негативности но это говорю не я это говорит дух который во мне и слава Господу истинному свету нашему да пребудут с нами лад мир и добро всего хорошего лад лад и лад и